Их доставали только по большим праздникам, передавали по наследству, а в тяжелые времена даже обменивали на продукты. Куклы всегда были не просто детской забавой, а отражением целой эпохи. Музей имени Врубеля покажет омечам игрушки начала 20 века, во что играли дети разных сословий и стран узнавала Светлана Подберезния. Хрупкие существа с непростым характером, так называет своих подопечных Марина Белявская. Поэтому в их присутствии никакой критики. Они все слышат и понимают, даже иностранцы. А их в коллекции немало. За рубежом кукольная промышленность начала развиваться гораздо раньше, чем в России. Наибольшей популярностью у современных коллекционеров пользуются французские и немецкие игрушки, независимо от материала, из которого они сделаны. Вот немецкая, видите, какая интересная, начало 20 века, перчаточная кукла. Но мне она очень понравилась своим характером, своей веселостью, жизнерадостью, потому что у нас тоже будет представлена театральная кукла. Это любопытно всегда посмотреть. Вот она играла в таких уличных спектаклях, в сродни нашему Петрушке. Этой кукольной коллекции 42 года. 12 из них пополнением многонациональной игрушечной семьи занимается Марина. На блошиных рынках, аукционах, в магазинах и всемирной паутине ищет необычные экземпляры с интересной судьбой. Самому взрослому экспонату 120 лет. Младенцы, как их называет Марина, и те рождены еще во времена революции. Из целлюлоида, пластмассы, композитной массы, металла, дерева или фарфора. В императорской семье у них были дорогостоящие немецкие и английские игрушки, куклы, но им не разрешалось играть каждый день. Их только доставали по религиозным праздникам, Новый год, день рождения, и тогда они могли ими играть. А так они тоже играли какими-то там и тряпичными, и деревянными куколками. То есть все-таки фарфоровая кукла, поскольку она такая бьющаяся, она была роскошью. Когда-нибудь ее куклы обретут свой дом. Марина Белявская на это очень надеется. В небольшой питерской квартире для них слишком тесно. Поэтому игрушки живут в чемоданах, машинах, поездах и выставочных залах. Возможность познакомиться с игрушками разных эпох и народов поближе есть у амичей. Выставка откроется в музее имени Врубеля 13 июня. Светлана Подберезня, Александр Лысак. Новости здесь. Омск.